19 января 30-го года над головой священника Николая Постникова из села Любич Рязанской губернии сгустились тучи. Следователь Коломенского АГПУ вызвал на допрос члена церковного совета. Тот дал о батюшке показания. В беседе со священником Николаем Постниковым я неоднократно слышал от него, что с советской властью религия гонима. Колхозы, кроме разорения и закабаления крестьянских хозяйств, ничего не дадут. Самого отца Николая на тот момент в селе не было. Его объявили в розыск. Имя – Николай Яковлевич Постников. Год рождения – 1857. Место рождения – город Касимов Рязанской губернии. Образование – Рязанская духовная семинария. Должность – священник Воскресенского храма села Любич Зарайского района Московской области. Арестован за антисоветскую агитацию. Приговорен к трём годам ссылки в Архангельск. 28 января 1930 года священник Николай Постников вернулся домой в село Любич из села Тимошкино, где служил по приглашению местной общины. Его сразу арестовали и заключили в тюрьму в Коломне. Священнослужители были носителями духа, особенно в селах. Авторитет был, естественно, у священнослужителей очень высок. И к ним всегда приходили за каким-то советом и с какими-то вопросами. А, конечно, после революции настолько жизнь изменилась, что, естественно, люди терялись, как быть в той или иной ситуации. Поэтому приходили за советом за священником. Их слово было авторитетным, и поэтому власть видела, что эти люди, естественно, мешают, и убирала их. В тот же день состоялся допрос. Обвиняли священника в антисоветской агитации в том, что он распускал якобы провокационные слухи о гонении на верующих, призывал к защите церкви. Отец Николай, когда следователь его спрашивал об этом, он сказал, что он никому не говорил о том, чтобы они не вступали в колхозы или совхозы, никого не отговаривал. А то, что, опять же, в обвинении у него было, что он говорил о том, что сейчас плохо жить, очень трудно, что священников обложили непосильными налогами. Это он сказал, что это мог он говорить. Следствие было закончено за один день. Через месяц особое совещание при коллегии УГПУ вынесло приговор. Три года высылки в Северный край. Суровое решение для пожилого человека. Отцу Николаю шел тогда в 73-й год. Николай Постников родился в семье священника Иакова Постникова. У него было четверо братьев, и все они пошли по стопам отца, избрав путь служения в церкви. Не стал исключением и Николай. Сначала закончил Касимовское духовное училище, а затем поступил в семинарию. Он закончил Рязанскую духовную семинарию. И, кстати, среди лучших учеников с аттестатом первого разряда. А мы знаем о том, что в семинариях разделяли на два разряда. Те, которые учились очень хорошо, и первые 14 человек по успеваемости, они входили в первый разряд. После окончания семинарии в 1878 году будущий священник первое время работал учителем. Зависел это, естественно, срок службы в училищах от самого человека, воспитанника этого. Почему? Потому что, опять же, я говорю, что нужно было найти себе пару, невесту. И тогда только решался вопрос после жениха и рукоположения. И поэтому отец Николай, видно, что тоже долго не женился, потому что мы видим по документам, что пять лет он, больше даже пяти, наверное, лет, был преподавателем в разных школах. Сан Николай Яковлевич принял в 1883 году после бракосочетания со своей возлюбленной Марии Васильевной. В семье родилось трое сыновей. Будущий исповедник был деятельным священником, занимал должность окружного миссионера по борьбе с расколом, был членом благочиннического совета. Он дослужился до сана претерии, когда возвели в этот сан еще до революции. Это говорит о том, что этот священнослужитель действительно был достойный. Очень много потрудился на Ниве церковной и образовании тоже, потому что мы знаем о том, что он тоже был миссионером в тех местах, где он служил и тоже преподавал в школах. В 1929 году по приглашению прихожан отец Николай помимо села Любич также начал служить в церкви Иоанна Богослова села Тимошкино. Батюшку в округе любили, но властям активный неравнодушный священник мешал. Против отца Николая было начато дело, и по воле Божьей он стал не единственным пострадавшим за Христа в своей семье. Через семь лет в 1937 году по решению тройки будет расстрелян его младший брат Ирей Александр. А отец Николай Постников завершил свой крестный путь в ссылке. Отбывал срок батюшка в Архангельске. Условия ссылки оказались непосильными для пожилого священника. Через год он скончался в местной Соломбальской больнице. К лику новомучеников и исповедников в церкви русской отец Николай Постников был причислен в июле 2002 года. Продолжение следует...